Здравствуйте, глубоковажаемые любители ледных видов спорта! Сегодня у нас трудный ролик, я еще не знаю, как я его запишу. Сегодня мой последний день в июльских Альпах, потому что завтра я уезжаю на соревнования, на чемпионат мира, который будет проходить в Венгрии. Летать я буду на вот этом красавце SG-32 Mi, нашей принцессе, которую вы видите во всех роликах. И я рад, наверное, этому отпуску. Даже не знаю, как соревнования могут быть отпуском или отпуск соревнованиями, но это в любом случае смена деятельности. Чемпионат мира – это соревнования высшей категории, выше чуть бывает, и собираются лучшие пилоты мира, есть чему поучиться, есть на что посмотреть. Поэтому я счастлив, что мне второй раз в жизни удается поехать на такие соревнования. Первый чемпионат у меня был в 2018 году, он был в Чеке. Очень мне понравилось тогда. Даже мой там вполне себе такой приятный результат некоторых упражнений показали. Там были вторыми, третьими по дню. Ну, в сумме, конечно, чуть похуже. В этом году будем стараться. Итак, как и два года назад я летаю за сборную Литвы. Вы спросите, почему? Потому что я родился в Литве, в городе Вильнюс. Я рос там до 16 лет. Потом я учился в Харькове, в Харьковском институте. Потом я жил какое-то время в России. Сейчас я живу во Франции, в Альпах. И тут мне сложно сказать, вообще чей я. Я говорю на русском, потому что я русский по национальности. Я умею писать на литовском, потому что у меня была подруга Беатия, которой эти стихи хотелось писать. И, не знаю, я с удовольствием общаюсь, читаю, когда мне пишут по-украински мои друзья из Харькова, потому что я умею там хоть немножко на нем читать. И, в принципе, мне не обидно, что мне пишут там. Некоторые говорят, а что ты мне тебе начать писать так? Ну, потому что так. Это все было когда-то одной большой страной, так как оно распалось на много маленьких, разных совершенно. Это какой-то такой процесс. Поэтому самое большее, что я не хотел бы делать, это устраивать теперь из вот этих соревнований некий такой срать, что ага, вот ты там за команду такую, такую, а они-то, еще что-нибудь. Не нужно этого. Я веду канал на русском, потому что мне нравится говорить на русском, потому что я умею писать по-русски, потому что если убрать мои тексты из этих видео, улыбку, юмор, это будет совершенно другое. Мои друзья предлагали их, давай, говорит, мы там пару роликов твоих на английский переведем, такие клевые, классные. Но я не хочу, потому что из них уйдет душа. Я, надеюсь, ответил на этот вопрос, потому что его задают многие, говорят, а почему ты? Ты за кого? Где за корушек людей? Еще очень частый вопрос, а почему ты не бойкотируешь соревнования, ведь там, допустим, российских пилотов не пускают на соревнования, потому что там вот во всем мире против них ополчились, русофобия там и прочее, прочее, прочее. Я могу сказать, что ну нет этой русофобии, вам больше телевизор про это говорит. Сейчас на огромной территории вокруг разбросаны сотни тысяч людей, которых судьба переместила с привычных мест, они попадают в чужую страну, в чужую среду, и к ним относятся хорошо. И многие из них говорят на русском, и у многих из них не только там украинские паспорта, но и русские паспорта, и здесь никто не делит. Да, здесь запретили летать пилотам, ну, в данном случае, ну, право регулятора такое сделать. Поддерживали я это? Может быть, это где-то перегиб. С другой стороны, в ту же Литву, например, на соревнования сейчас боялись приехать иностранные пилоты, которые просто боятся, что сейчас в Литве что-нибудь случится. Люди боятся, люди не понимают, что сейчас происходит, и это одна из причин огромного количества встречных санкционных всяких процессов. Поэтому не пустили спортсменов. Есть такое решение общее. Ну, а что? Его можно критиковать, но его можно понять. Как там говорят? Понять и простить. Мне жаль, что не будет моих друзей, частички, части друзей. Но мне очень рад, что не будет некоторых людей, которых я бы не хотел видеть на соревнованиях. И, наверное, об этом я расскажу поподробнее. У меня есть съемка про это. Опять, как всегда, Витя, я человек все-таки не жесткий. Дал бы слабину и сказал, ну, ладно. Ну, пилоты, это же, ну, вот, что-то такое небесное, воздушное. Ну, особенно там планилисты, особенно парапланилисты, особенно еще кто-то. Давайте пусть они летают на соревнованиях. Пусть, значит, мы посоревнуемся. Они же любят небо. Мы же все любим небо. Ну, вот только знаете еще какой нюанс? А вот эти ребята, которые любят небо, они же замечательным образом устраивали в поддержку войны антивоенный митинг. То есть ребята на парапланах, там где-то, во Владивостоке или еще где-нибудь, но когда это все-таки началось 23 февраля, они замечательно полетали. И замечательно поснимались на видео, на каком-то пропагандонском ТВ-канале. Показали, что да, мы поддерживаем нашу спецоперацию. Знаком с людьми, которые на 9 мая там в том же Дагуме фотографировали, но они летают в Дагуме, я не помню, где они плавили детишек в хаке, фотографировали и слали фотографии в общий уютный чатик с формулировкой. Давайте пришлем Волку, посмотрите. Он злится, когда видит детей в хаке. Давайте, вот смотрите, а мы снимаем. А мы за нас, мы за мир новый, мы там, если что, можем повторить и так далее. И именно эта позиция, то есть то, что сейчас есть, это позиция от тогда, от тех 9 мая, от этих плясок, от этих на Берлин, на трофейной и так далее и тому подобное. Ну вот, вот от этих повторителей, собственно, вот то, что есть сейчас. Так сколько среди пилотов, людей, которых бы как раз я не хотел бы видеть на международных соревнованиях? Да много, друзья, тоже много. И как раз вот эта цифра, 20-30% нормальных, адекватных и 80-70% таких вот, это очень близкое распределение. То есть, ну из них там половина будет нейтральна, а должная часть настоящие, боевые, ну там, не знаю, патриотами это назвать, там сложно. То есть тоже люди, может быть капельку, пропаганда же есть и с одной стороны, и с другой, поэтому, но тут вопрос чести. Честный человек не будет писать доносы, а на меня написано 7 доносов за то, что мы собирали помощь беженцам, там порядка 10 тысяч евро собрано, и я не скрываю, что делал это. Но сами разговоры такие идут, то есть это говорят пилоты, те, с которыми мы когда-то сидели за одним столом. Доносы пишут те самые пилоты, которые хотят участвовать в международных соревнованиях и которым я вынужден бы сжать руку. Я этого не буду делать. Поэтому, когда мне говорят, что пилотское братство выше всей этой политики, оно там святое, что мы состоим из людей, которые мечтают летать, которые выше всего этого, я всегда вспоминаю вот эти бумажки написанные, я вспоминаю в принципе обсуждения вопросов о том, как посмотрите Волков, посмотрите он нацпредатель, а давайте что-нибудь сделаем плохое, давайте, у него же школа была в Москве, а давайте мы ее отберем как-нибудь, отожмем. Люди забывают, что я давно, еще с 14-го года все связи прервал. Таких людей рядом с собой я видеть не хотел бы, вот тех гандонов, которые писали, доносы и хотели отжать летную школу. Петельку скрутим. Погнали! Красота. А второй вопрос, который я хотел бы прояснить, это почему я вложив 20 лет своей жизни и огромный кусок души в то, что я там делал летные школы, строил лебедки, вот я реально мечтал о красивом, замечательном мире, о том, что будет процветающая страна, в данном случае России, потому что я 20 лет жил в России, вот почему я все-таки вот это все бросил и уехал, и перешел в нацпредателя, то есть как-то пишут, Волков, ты нацпредатель, ты там такой нехороший, как там, опять же, президент Российской Федерации назвал всех русских, которые живут не в России, вот-вот, в таких Альпах, вот они, вот мы, нас предатели. Я попробую объяснить, почему так получилось и что довело меня до такого решения. Это все очень просто. Я, наверное, не склонен делить, опять же, вот так жестко страны, то есть что вот ты, если ты русский человек, ты обязательно должен жить в России и вот только там вот в одной стране приносить пользу. Мне кажется, что уж современный мир, он настолько большой и красивый, и человек должен быть там, где он максимально эффективно может реализовать свой потенциал. Мой потенциал здесь. Я отлетал за три недели, 21 летный день, доставив неизгладимое. Женя, скажи, пожалуйста. Людям нравится моя работа, людям нравится то, что я делаю, и здесь действительно лучшее место мире для полетов, поэтому это, наверное, одна из причин, то есть, но она была не основной, то есть я готов был летать, выезжать сюда на 2-3 месяца, а основное время проводить, например, там летая в Подмосковье, но я не захотел этого делать. И дальше попробую пояснить, почему. Если вам неинтересно по это слушать, просто промотайте и выключите. Если интересно, послушайте. Итак, друзья, у меня было 23 года, когда я закончил Харьковский авиационный институт и по распределению попал в город Луковицы. Работать инженером я должен был, был отличником, имена и стипендия, красный диплом, все дела. Я не стал работать в авиации, потому что, наверное, знаете, что сейчас такое с Луковицами, я не хотел рисовать болт всю свою жизнь, я хотел чего-то большого, что-то такое изобрести, сделать, у меня было достаточно знаний для этого. И мне повезло, что я не пошел туда, я пошел работать в фирму Паравис, за что огромное спасибо этой фирме. Через некоторое время наши пути разошлись, и я начинаю делать летную школу там, продолжу делать ее уже своим частым образом. И преуспел в этом, в какой-то момент времени у меня было там 18 филиалов этих школ, там что-то типа франшизы, потому что я изобрел определенный тип лебедок вместе с моим другом Сережей Беляковым. Сережа сейчас живет в Испании, отличный гидравлик, успешный бизнесмен. И за эти годы, вот за 20 лет, я, наверное, у меня была какая-то мечта сделать что-то такое настоящее, красивое, самые лучшие летные школы, которые будут там учить самых лучших пилотов. Не знаю, я был, наверное, наивным сильно. Я пробивался через бюрократию, я пытался в какой-то момент времени там сделать максимально легальную школу. Эта максимальная легальность кончилась тем, что около 10 тысяч долларов покойный ныне Андрей Забава раздал на взятки, потому что он сказал, Игорь, нужно столько денег, я говорю, зачем? Лучше ты не спрашивай. Ну и закончилось, да, что все было легально, почти. Но он говорит, пришлось вот тому генералу, тому генералу, тому кому-то там смазать. И вот извини, но так получается. Вот она. Потом я какое-то время просто забил на все это, сделал, строил, работал, больше увлекался техникой. В какой-то момент пришли планера. У меня возникла мечта сделать летную школу, планерную. Мы сделали планерную лебедку, пожалуй, наверное, самую современную в мире. Это был 2014 год, когда эта лебедка заработала. Как раз вот в этом 2014 году я сильно устал от того, что, ну, понятно, что это начало твориться, это раз. А второй момент, вот часто говорят люди, а что ты сделал? А ты что-нибудь сделал? А вот что ты делал? Я всегда боролся с системой, я всегда говорил, что там несмемяемость, какая-нибудь власть это плохо или еще что-нибудь. Но это, знаете, это можно там трындеть на лавочке с Коу-Го-Го-Дна. Я пытался посадить в тюрьму, там, наказать милиционеров, полицейских, которые, например, стреляли на трассе М4 Дон, там кафе есть на 148-м, по-моему, километре. Милиция стреляла из пистолета газового, пьяная. Это была пьяная компания бедляческих ментов, которые дожрались и начали стрелять. Я вызвал милицию туда, полицию. Она ехала туда около часа, и потом, собственно, сотрудник, который со мной общался, он говорил, что мы специально долго ехали, потому что думали, что наши. Я написал заявление. Этих полицейских можно было поймать, но они каким-то образом смогли проехать по М4 Дон в пост, который вы все знаете, перед такой есть. Они уехали. Но машину их на следующий день нашли, их тоже нашли, потому что это казались там чужие, которых надо было вроде как наказать, какие-то палки получить. Никого не наказали. Кончилось с тем, что меня заставили приехать в отделение полиции написать заявление о том, что я слышал выстрелы, не увидел, в кого стрелял. Да, я трус. Я написал это заявление. Я бы, наверное, если в ответе был только за себя, я ничего бы не сделал. Но они сказали очень просто. Мы же знаем, где ты летаешь. А у меня команда. У меня 5 человек со мной вместе в одной связке, которые связали свою жизнь с вот этими полетами. Да, я струсил, да, я поменял одно слово. Причем мне сказали, что не важно. Слушай, ты этот сторож уже написал, да и ты напишешь. Никуда ты не денешься. Просто не порти себе жизнь. Вот как работает система в России. Да, она делает людей, которые пытаются что-то делать трусами. Потому что система вместо того, чтобы сказать, парень, ты нашел в себе муж, что ты написал заяву, помочь наказать людей. Она превращает это все вот в такой вот герню. Потом я написал еще одно заявление, когда моей жене предлагали взятку за то, что полиция оформит машину поцарая по ливо дворе. Приехали опять же полицейские и нагло начали вымогать взятку. Я написал заявление. Меня требовали его забрать. Угрожали. Я уже в данном случае не сделал. Они сказали, что все равно это ни тем не кончится. У нас нет оснований доверять вам, гражданину Литовской Республики, а не там нашим доблестным полицейским стражам порядка. И это все впустили на самотек. Ну, я хотя бы устроил им хоть маленькую, но не райскую жизнь. Таких вещей дел много и есть какой-то порог, когда ты понимаешь, что это, наверное, бесполезно. Тебе уже 40 лет там или сколько что-нибудь там было-то, 40 там, чем-то. И ты просто гробишь свою жизнь уже в некоторой... Вот ты не видишь перспектив. Я перспектив не видел. И именно по этой причине в 2014 году, когда еще начались, так сказать, определенные события и стало понятно, что государство российское идет совсем не в ту сторону. Ну, мы не будем о политике, это просто личное мое мнение. Я не захотел больше ассоциировать себя с неба. Я решил уехать и выбор был в данном случае на вот эти Альпы. Почему эти Альпы? Я уже сказал, я летаю 7 дней в неделю. Это максимальная точка приложения моих сил. Это окошко в мир, это вот канал Мечта летать, который стал моим детищем совершенно случайно. Я могу показывать вам Альпы, я могу показывать вам, как живут в другом мире. Плохо это, хорошо это. Для меня это хорошо. Для меня это возможность максимально реализовать свой творческий потенциал и сделать свою жизнь счастливой и, может быть, сделать немножко счастливее жизнь людей, которые ко мне приезжают в гости. Я не могу, к сожалению, я один, я не могу подарить эту радость полета, там, не знаю, тысячи человек. Но те, не знаю, десятки, сотни моих друзей, которые сюда приезжают, мне кажется, уезжают недовольными, обречившими крылья, посмотревшими как и живут здесь и летают. Здесь минимум бюрократии с точки зрения летной. Мы вот сейчас летаем на высоте 3700 метров, мы не подавали никакого флайплана. Мы единственно находимся на границе заповедника Икранс, вот-вот там, собственно, заповедник. Мы туда сейчас не летим, мы летаем в разрешенном воздушном пространстве, поэтому уже пространство можем вернуться домой. Повторю, никакого флайплана я не подавал, ни с каким диспетчером при взлете я не общался. Уведомительная система, я просто сказал в рацию, что я хочу взлететь, и я взлетел. Все. Во что превратили это... Да я даже не хочу об этом даже разговаривать. Бюрократы это самое страшное, что есть, и мало того, тупые бюрократы. Вот недавно я разговаривал с Данилой, моим другом, который говорил, что у нас самое страшное это троечники. Это поколение троечников, которое пробилось к власти, и оно даже не то, что не хочет делать хорошо, оно просто не умеет. И все получается через жопу. Чтобы не начинали, все получается через жопу. И победить это сложно. А людей, которые действительно делают что-то настоящее и красивое, их или просто им всячески мешают, ну или там предлагают условия игры, от которых любой нормальный человек откажется. Если хотите мой пример. 31 мая 2014 года мне предложили воровать. Некая группа лиц, как там пишут, неустановленная группа лиц в составе там, ну пускай там, а-ля депутатика, а-ля генеральчика, я точно не знаю, кто это были, но видно было, что люди серьезные. Они сказали, Игорь Владимирович, тут вы такие лебедки классные делаете, а давайте мы будем сделать на заводе их Ивана Ивановича, нужно только, чтобы вы все права на их производство переизвали, и дальше мы будем делать эти лебедки, их надо делать дороже, чтобы было что делить. А вам там, ну чуть какую-нибудь премию молодому специалисту и так далее, вы там обиженными не уйдете. И мне стало противно. То есть это та грань, когда ты понимаешь, вот у тебя есть изобретение, ты вложил душу в это изобретение, ты хотел делать классную, самую лучшую летную школу там, в данном случае в Российской Федерации. И вместо того, чтобы применять это по назначению, эти ребята хотят сначала наворовать на этих лебедках, вот эти вот зажравшиеся депутатики, генеральчики, вот это все говно, которое чувствует свою власть, предложило это, я сказал, что нет, я не хочу. На вопрос генерала, ты что, не патриот? Ну или там не генерал, я уж не помню, не в погонах они были. Я сказал, что нет, я космополит. Он сказал, может это, как это, кидорас что ли? Нет, это немножко другое. Я не патриот страны одной, и я не хочу делать то, что будет помогать готовить будущих военных для будущей войны. То есть они тогда хотели сделать учебный центр, в котором бы с помощью лебедки, бланниками, готовили пилотов для, понятно для чего. Я счастлив, что на тот момент я принял такое решение. Это некая грань, когда ты остаешься дальше или собой, или ты придаешь, наверное, свою чистоту души, мечту. И да, может быть, это много денег, скорее всего, наверное, было бы, ну, скорее всего, не было бы. Но не важно, и я не смог. А мне не дали работать. То есть они сказали, чувак, на следующий день запретили полеты на блане, как с лебедки. Это была, может быть, случайность. Но Дусааф написал, там было письмо, запретить полеты на блане, как с лебедки, потому что Игорь Владимирович не согласился работать с нами. И я уехал. 31 мая я вечером напился коньяку и увидел, что полетел этот планер. То есть это случайность. Я на следующий день написал на шлякер, продайте, пожалуйста, этот планер. И я продал все активы в Российской Федерации, купил этот планер и уехал. Вот, наверное, так. То есть эта честность сама собой сыграла лучшим образом, потому что мне удалось вывезти активы до августа 2014 года, когда там все стало по-другому. Мне повезло, что переместилось поле интересов сюда. Камера GoPro перегрелась в очередной раз. Камера GoPro 10 перегревается. Мы на 3800, но все равно жарко внизу 36. И остаемся на вот этой честности с самим собой, что она подарила мне вот эти Альпы. Но она также подарила, наверное, жизнь моему сыну. Потому что, когда он родился, его спасли французские врачи. С диагнозом, как у Максима, во Франции выживает 70% младенцев, а в России только 30%. Почему? Потому что боятся взять врачей ответственность на себя. очень эта болезнь путается с инфекционной и упускает вот то тем годовение, когда ребенка можно спасти. Поэтому я уже только ради этого готов был сделать то, что сделал. Такое ощущение, что здесь нет троечников, что люди, наверное, на своем месте. Конечно, везде есть рукожопы. Иногда делают так, что-нибудь строят, или там могут машину так починить, что ужасно. Но в целом очень яркая мысль, что если ты что-то делаешь, то делаешь это душой хорошо. Наверное, так. Во многом это касается и бюрократии. То есть бюрократии много, но в то же время она какая-то проходимая. То есть она да муторная, да хотелось бы, чтобы ее не было, но ее реально именно пробить, она не уходит, не вводит в какой-то тупик такой, что вот никак по-другому. Один из ярких, кстати, примеров бюрократии проходимой, я менял лицензию. Мне нужно было вписать инструкторский допуск. Пришел получать эту лицензию, сделав некие нормы, и чиновник потратил час своего времени настолько вот разжевав мне все эти полочки. И я понял, у меня в голове сложилась картина, откуда вообще вот это все берется, как это все выглядит. То есть он потратил время, объяснив мне досконально, что же он от меня в принципе хотел, и зачем это нужно. То есть он мог сказать, а вот записывайся в очередь на такое-то число, а потом на такое-то, потому что у меня были ошибки в бумагах, у меня было непонимание, что должно быть. Таких бюрократов, ну я, наверное, скажу, что такой бюрократ это украшение любого регулятора. Я как-то писал про это уже, но, наверное, еще скажу, вдруг услышит литовский регулятор ИЦА, и у вас работает очень талантливый сотрудник, действительно, который способен на такому ненавидящему бюрократию человеку досконально объяснить, зачем она нужна, и что же от меня хотят. Лицензию-то получить здесь, летную, это проходимый квест, а фокус в том, что, допустим, в России сейчас нельзя получить лицензию, от слова совсем, то есть на планер лицензию получить нельзя. Все люди, которые ездили летать сюда на соревнования международные, у них была лицензия выдана, например, получена во Франции. Вот это пример дуболомной бюрократии, которая доводится, в данном случае Росавиация вот доводит до такого абсурда, закрывая все учебные центры АУЦ, что невозможно, хотя нет, вру, возможно, есть инструктор Владимир в Новосибирске, который может выдать лицензию, он единственный, последний частный инструктор, мало того, он путем многократных юридических споров с Росавиацией умудрился зарегистрировать программу, и если вы хотите получить легальную лицензию, у вас есть в большой стране всего один человек, который способен это сделать. Мне кажется, это пример как раз плохой дуболомной бюрократии, и то, что... От чего устаешь? От того, что устаешь воевать с ветряными мельницами. Жизнь состоит из маленьких, тонких решений, и я понимаю, что многие из вас вполне достойны больше, чем есть у вас. Ну, давайте будем считать, наверное, честно, что мне повезло, именно повезло использовать, то есть у меня были силы использовать тот шанс, который у меня был, реализовать его, и в данном случае я просто, наверное, показываю вам, что да, если мечтать о чем-то, то возможность есть. Сейчас переезжает мой хороший друг Саша Письман, который полжизни потратил на то, чтобы делать замечательные моторы двухтактные для парамоторов, для дельталетов. У него была отличная фирма, шикарная мастерская в Красноярске. Саша, тебе огромный привет. И сейчас Саша уезжает в Израиль, потому что у него по его национальности есть такая возможность. Другая совершенно удивительная ситуация. У меня есть знакомый отличный фотограф. И он фотографировал того самого. Представляете? И сейчас он уволился и переезжает в Израиль по жене. То есть, когда я услышал эту новость, это был для меня гром среди ясного мнения. У меня есть интервью с Алексеем. Большой ему привет. Он догадается. Я думаю, многие из моих парапланетных друзей догадаются, о чем я. Мне сказали, я сначала не поверил, а потом понял, да. Он настоящий, хороший человек и с большой душой. И он видит, что не сможет жить в таком мире. Он видит, что должен... У него есть возможность ехать, он уезжает. Хотя он многое сделал для своей страны и популяризации того же планерного спорта путем шикарных, совершенно потрясающих бивачных полетов. Но теперь он будет это делать уже под, наверное, другим флагом. Каким там... Какой в Израиле символ там? Шестиконечная звезда или что там? Да-да. Да, ну вот. Увы. А, да, маленькая, но гордая страна Израиль получает на данный момент времени ресурсы из довольно большого количества людей, которые не согласны с политикой родного государства. Например, со мной летал как раз вот в феврале, когда все происходило, мой друг Саша, замечательный программист из Новосибирска. Не скажу, что он патриот, но он любит свою страну, любит Россию, в которой он родился. У него никаких было, никаких намеков на то, чтобы он собирался уезжать. Но 24 февраля он сказал, что не будет возвращаться в Новосибирск, он поедет посмотрит, чем это кончится в Грузию. Он сейчас в Грузии, он работает программистом, собственно, хорошим программистом, умным программистом. Вы все, наверное, знаете, что после 24 февраля довольно-таки много айтишников, ну, как говорят, что не уехало, их только больше в России стало. На самом деле уехало очень много народу. А еще больше количество талантливых, умных людей думает уехать. Ну, например, вот, ну-ка, Борис, скажи-ка, как тебе вообще Альпы, как тебе полеты в Альпах? Что вообще ты думаешь обо всем этом? Полеты в Альпах выглядят просто потрясающе. Это значительно лучше, чем я мог себе вообще представить. То есть, всю жизнь у меня была мечта определенная о полетах, вот, мечта летать. Название канала очень хорошо подходит под эту мечту, потому что, когда я прилетел сюда, вот мы сейчас летаем среди облаков, наблюдаем эти красоты, и вот это именно то, о чем я мечтал всю жизнь, и даже не думал, что это сбудется, что мы вот будем так спокойно принимать небесную ванну и пролетать прямо среди между облаков, среди всех этих красот. Как-то так. Как ты в свои 24 года смог позволить себе такое? Я тоже стал программистом, тоже пошел в IT, а сюда я приехал, говорят, европейцы улыбаются натянутым. Да нифига подобного. Тут культура другая, тут люди привыкли получать от жизни удовольствие. И, что самое важное, не только для себя, но и для других тоже. И в этот момент у меня вот, конечно, после этой поездки в голове что-то щелкнуло. И тут уже по таким соображениям я подумал, что да, я собираюсь переехать. Да, я не считаю себя предателем. Я считаю предателей, предателями тех людей, из-за которых я переезжаю. Что-то я, друзья, совсем разгрустился. Давайте заканчивать эту мелодраму. Вот озеро сердца, которое высохло. Блин, все равно на позитивный лад не идет. По Франции засуха. Видите, если вы внимательно присмотритесь, вот контуры озера. И там хорошо видно, где раньше была вода, и раньше оно имело форму сердечка. Я вставлю фотографию, вы увидите, каким оно бывает. Давайте я вас чем-нибудь порадую хотя бы. Иногда хочу выговориться и вылетаться. Вот примерно как сейчас. Вылетаться сейчас с тобой. Ничего не бойся, я здесь 30 раз летал. Хорошо. Друзья, я проверил ветер, проверил, что озеро в кондиции, как что называется. То есть я смогу к нему пониже спуститься. Пока просто смотрите спуск по спирали. Я отхожу по каменному цирку со всех сторон горы, поэтому я держу дугую, смотрю примерно за снижением. Хочу аккуратно, держа озеро вам в фокусе сделать еще один из 180 градусов гиража. Мне надо потом с плата еще с этого выбраться. Поэтому наслаждайтесь. Погнали. 200. 250. Ну вот мы и слетали к озеру сердцу. Я надеюсь, что в следующем году будет больше воды и у нас будет более позитивный вариант его осмотра. Это у нас база для туристов созданная. Ну это, кстати, вот о словах Бориных, что люди делают все ради того, чтобы жить. Этот приют построен кем-то. Сюда существует тропа. Здесь можно переночевать перед тем, как подняться к этому озеру. Оно на самом деле не озеро сердца называется, а озеро девяти цветов. Потому что у него действительно очень много оттенков в этой водичке. И кто-то это построил, кто-то за это укаживает. Это существует частично на муниципальные деньги, частично на деньги там тех, кто восходит. И таких приютов здесь много. Горы все украшены, они все такие дорог. То есть население украшает эти горы многие долгие годы, постепенно превращая свой кусочек планеты, которым достался, ну реально в рай. то есть я здесь по другому заповеднику путешествовали. Здесь действительно все сделано для людей. Здесь можно ставить палатки, здесь никто не берет за это денег. Но палатки нужно ставить с 8 вечера до 8 утра, чтобы днем палаток бы не было, мусора бы не было. Здесь безумно чисто. Здесь приходишь на вот это мероприятие, которое у нас четверговое, кажется, ну после вот мои друзья были дико удивлены, говорят, как, слушай, а как, вчера же такой праздник был. Это же должны быть груды мусора после этого остаться. Ну нет, не остались эти груды мусора, их убрали. Так что надо действительно начать с себя, начать с того, чтобы, наверное, научиться жить и научить жить детей. И да, здесь очень часто приносят в жертву деньги. То есть человек говорит, я не хочу работать для того, чтобы жить. Я хочу жить для того, чтобы иногда работать. Здесь не работают по выходным магазины многие, по субботам тоже, потому что люди считают, что зачем заставлять кого-то жить плохо в субботу, воскресенье, отрывать их от семьи. Лучше мы там заранее купим что-то в магазине. И да, нам, может быть, немножко будет неудобно, но к этому очень быстро привыкаешь. К этому миру капитализма, где вроде, казалось бы, все должны гнаться за прибылью, но здесь не работают супермаркеты по выходным. А многие предприятия закрываются там рано, и, например, что-то отремонтировать, да, иногда сложно, потому что просто люди уходят и говорят, ну, вот все, то есть у меня рабочее время закончилось, я должен дальше идти к семье, я хочу там провести время с родными, у меня куча планов на вечер, и ты не заставишь человека, а давай там вот эту гаечку докрутим, ну, как докрутим, в понедельник докрутим, а сейчас я домой, ну, так вот, осталось же там на пару часиков докрутишь, а я тебе там больше денег заплачу. Ну, зачем мне деньги, я жить хочу. Вот так вот. Поэтому, если вы хотите со мной полетать, я думаю, вы после просмотра этого ролика поймете, какой человек, и, наверное, или не пойдете ко мне, или мы подружимся. Уверен, что я закончу книгу, уже, если вы читаете вкладку сообщества, вы знаете, что там уже порядка 14 историй из, типа, такой автобиографии по полетам опубликованы. Кто не читал, загляните, посмотрите, мне кажется, неплохо получается. Я обязательно эту книгу допишу. Но я патриот, наверное, нормальных русских людей, те, кто против войны, те, кто качат, чтобы Россия стала нормальным государством в сообществе разумных, нормальных стран. Чему бы это не нужно в какой-то, не знаю, великости, великоимперской. Мне кажется, что вот эта вот идея, что мы тут лучше всех, никто не лучше всех, у каждой нации есть свои достоинства и недостатки. И вот этот мир, который я вижу здесь, в Европе, он медленно и уверенно идет в какой-то справедливости. Я живу здесь уже, ну вот активно, с 17-го года. В 14-м я начал переезжать, скажем так, переводить активы, купил дом, отремонтировал его. А с 17-го года мы уже живем постоянно, когда сын Максимка родился. Камера GoPro перегревается, поэтому приходится иногда проектики поделать, чтобы поснимать вам красивые облака. Больше всего я счастлив, что жизнь позволяет мне сталкиваться, во-первых, с таким количеством восхитительных подписчиков на канале Мечта Летать. Я реально читаю комментарии, я улыбаюсь и мне приятно. Они и остроумные, и шутливые иногда, и там, ну иногда какие-нибудь другие, в конце концов. И мне приятно, что аудитория появилась, появились люди, которые мечтают, летают. Пусть даже они никогда не поднимутся в воздух, но я вам стараюсь показать эту красоту мира, и я вижу, как вы это цените. И мне кажется, что мы уже немножко, капельку одна команда. И даже если с кем-то из вас я не совпадаю по, наверное, какой-то ориентации, ну значит, все люди разные. Давайте уважать мнение друг друга. Я просто вам высказал свое. А меня часто спрашивают, Игорь, а ты когда-нибудь приедешь в Россию? Игорь, а ты там приедешь полетать на Кавказ? Или там, не знаю, какие-то проекты поделать? Во-первых, если я приеду, меня посадят в тюрьму. Я же читал доносы. Есть за что ролики вот подобного типа за словами, что спецоперация это война, моя жизненная позиция. Да найдут на что, было бы желание. Но я очень хочу приехать к своим друзьям в Россию. Потому что, да, очень много лет там прожито. Да, я хочу полетать в своей родной кончинке со своих лебедок, полубаться рассвету там, пожарить шашлык на закате, искупаться в оке. как и любой человек, я почему-то скучаю. И даже когда у меня вот такой сумасшедший вид на Альпы, я иногда хочу как в литовские леса полетать над сосновыми лесами, над озерами, так и погонять по Подмосковью. Вы не поверите, но так оно, в общем-то, и есть. Мы так устроены, чтобы, наверное, всегда вспоминать лучшие моменты нашей жизни. То есть я, честно, говорил много о каких-то плохих моментах, но был-то и масса хорошего. Я все это помню. И это именно поэтому, и потому, что у меня есть много очень хороших и осталось сейчас друзей, я хочу когда-нибудь в будущем иметь возможность попасть в Россию. Я надеюсь, что это случится. Я, друзья, умею мечтать, и пока к моим 48 годам мои мечты сбылись. На высоте ровно 4 километра. Мы с вами помечтаем, чтобы сбылась моя мечта о том, чтобы в Российской Федерации сменилась власть, закончилась война, эта страна превратилась в нормальную, уважаемую европейскими странами и всем миром державу, и я имел бы возможность приехать к вам в гости. Вот это моя... Да, я этого хочу, да, я об этом мечтаю. Я прошу прощения перед моими украинскими друзьями, которые скажут, да Волков, да как ты можешь, да там одни... Там есть хорошие люди. Я тоже не буду перегибать палку. Скорость 200. Я делаю петлю от альбума и пусть моя мечта сбудется. Хе-хе! Погнали! Обожаю такие полеты. Сейчас будет невесомость. Оп! Отлично, провернулись. А сейчас будет перевозка. А-а-а! Ну что, друзья, а вам остается написать в комментариях, Игорь, пусть твоя мечта сбудется. Или... Донос. Или пусть не сбудется. Или донос. Знаете, я приму и то, и то. Я уже ничему не удивляюсь. Внизу красивейшая французская обсерватория. Нам нужно лететь дальше. У нас запланирована длинная экскурсия по Альпам. До новых встреч, глубокого жаевы любители летных видов спорта! До новых позитивных роликов! Субтитры создавал DimaTorzok